Доброго времени суток. Рада вас всех приветствовать на своем канале. Давайте посмотрим, что ждет Россию в октябре. Посмотрим общее направление, экономическое, политическое, ну и конечно СВО. Что ждет Россия. Так, я пока свет выключу, чтобы не засвечивала карта. Посмотрим, каким месяц будет в общем для России. Так, Россия в октябре. А у России что-то новое в октябре. Начнется что-то новое для России. С чем эти события будут связаны, попробуем посмотреть. Но новшеств будет скорее всего много. И будут Россию поддерживать и помогать ей. Извините, камера потеряла. Так что у России будет в октябре много помощников для того, чтобы начать что-то новое. Так, что ждет Россия в октябре такое основное. Новые какие-то встречи, знакомства, договора, решение дальше. Ну, придется делать выбор России при этом еще предстоит. Сейчас мы попробуем посмотреть, о чем это. И действовать по справедливости. Наводить порядок. Спокойно, не торопясь. Продумывая свои шаги. Выбор этот будет касаться чего? Возможно, каких-то международных отношений. Скорее всего, возможности иметь доход. Ну, то есть вот эти всякие договора. Но при этом еще и связанные со старыми государствами. Бывшими с вами. Помогать им придется. То есть придется еще и решать чьи-то вопросы, связанные со странами нашими. Может быть и нынешними друзьями, которые давно друзьях. А может быть со старыми, условно, друзьями придется помогать им. Ну, давайте посмотрим, как экономически будут складываться дела в России. В октябре месяце. Что будет с экономикой? Ну, что я могу сказать? Что экономика нас будет радовать стабильно, спокойно, радостно. Будет новые какие-то открываться возможности. Опять же, какие-то договора заключаться будут. И Россия будет спокойно действовать еще и в других каких-то направлениях экономически. Договариваясь на высшем уровне. Именно, ну, сами понимаете, да, урожай, зерно, какие-то ресурсы, обмены и так далее. И еще и будет, ожидают в октябре, начало каких-то перемен в плане экономики для России. Эти перемены о чем? Что-то прекратится, что-то остановится. Это что у нас? Остановка будет связанная с потерями. Начнут играть на наших условиях. То есть, благодаря нашим действиям, нашей концентрированной воле, что-то остановится. Это связано с потерями экономическими, скорее всего. Санкции будут сняты, хотя бы частично в октябре. Да. Страны, которые их накладывали, чтобы решить этот вопрос, для себя в первую очередь, начнут договариваться, снимать с России санкции свои. Либо еще можно сказать, что вот по этим двум картам обходить будут санкции усиленно. Потому что впереди зима, чтобы было благополучно, их страны смогли перезимовать. Будут договариваться. Так. Это мы с вами поняли. Давайте мы теперь посмотрим на политическом уровне. Международном политическом уровне. Как дела будут складываться в России. В октябре месяце. Так. Много работы. Представить, соответственно, видимо, много встреч, которые будут очень и очень результативными. Десятка пентаклей. Восьмерка, десятка пентаклей. Ну, какие-то новые будут планы и проекты. Ну, какие-то, возможно, и потери. Разрушение, может быть, договоренностей. Потому что это будет еще и связано с зависимостью. Это у нас о чем? На политическом уровне. Слишком, может быть, медленно будем решать какие-то вопросы. И нужны будут ресурсы. И нас, соответственно, от этого мы будем, ну, серьезно зависеть. У нас это будет напрягать в какой-то степени. Вполне возможно, что с какими-то поставками вооружения. Страшно. Сейчас я попробую сформулировать, чтобы было понятно. Это, скорее всего, будут какие-то разрушены надежды и планы наши. В чем-то. На политическом именно уровне. Где-то не удастся о чем-то договориться. Будут обнуляться дела, ну, отношения. Это связано с Арменией. Это связано с боевыми действиями и очень обостренной ситуацией. Вполне возможно, это Армения. Вполне возможно. А Украина? Ну, Украина нас тоже будет разочаровывать весьма прилично. То есть, ну, эти вот два государства нам, видимо, на политическом уровне будут доставлять определенные беспокойства. Но все равно Россия останется в выигрыше. Шестерка жезлов победа. Несмотря вот на эти какие-то потери, переживания, страхи, вот, очень независимые какие-то отношения. В основном у нас все будет великолепно. Мы будем договариваться. Но, можно сказать так, что какой-то другой край, он будет планы наши разрушать в политическом уровне. То есть, не удастся договариваться. Ну, давайте посмотрим СВО, как будут складываться дела на Украине в плане боевых действий. Что Россия ожидает. Придется принимать решение, которое нам бы не хотелось этого делать, но пора заканчивать. Заканчивается цикл, когда мы, скорее всего, стояли, и нам предстоит принимать очень серьезные решения. Действовать напористо, начинать действовать. И это начало будет очень успешным. Даже несмотря на то, что может где-то не хватать ресурсов. Ну, это будет стабильно идти. Начнем, так сказать, как бы сначала. То есть, вот этот прежний результат, который был ранее достигнутый, или планы какие-то были, они обнуляются. Начинаем все сначала. И это будет очень успешно. Еще раз к вам говорю. Так что мы в октябре можем с вами увидеть наступление нашей армии. Понятное дело, что где-то будет больше, где-то будет меньше, потому что это растянутость на огромные, там, на тысячи километров. Больше даже, да? К чему это приведет в результате на Украине? Это приведет к тому, что вот эта вот ситуация, вот эта нестабильность там должна закончиться и наступить в конечном итоге тишина. и спокойствие. Это должно быть. Это нужно сделать. И это, в принципе, будет сделано. Ждет нас победа. Несокрушимая благодаря нашему руководству. И неизбежная. Так что я думаю, что в октябре месяце мы увидим очень серьезное начало движения нашей армии. Вот такие события ждут Россию. В принципе, должно быть все благополучно. Единственное, нас будет напрягать, скорее всего, что это Армения и Украина. Я надеюсь, что больше никакие страны, бывшие нашей республики, не попытаются в это дело вмешаться. А так все великолепно будет. И тут начнется движение и, соответственно, победа. Желаю вам всем мирного неба над головой. Я очень надеюсь, что это наконец-таки все закончится как можно быстрее. Берегите себя, берегите своих близких. И до новых встреч.